Настоящий бунт военных пенсионеров назревает в Украине. Уже через несколько дней они обещают устроить акции протеста по всей стране. Может дойти и до блокировки аэропортов. Почему военные пенсионеры до сих пор возмущены? Ведь власть все-таки нашла способ повысить им выплаты. Разбиралась и на Томина. Полковник в отставке Вячеслав Иванов. Мы встречаемся с ним в Кропивницком военном госпитале. Рассказывает, за 27 лет службы видел немало. Два года был в Афганистане. Теперь вынужден ежегодно лечить старые боевые травмы. Маю поранения, контузия. Поэтому в госпитале я нахожусь, чтобы подлечиться каждый год. На лечение коммуналку уходит почти вся пенсия бывшего военного. Вячеслав жалуется, за последние годы перерасчета не было, а цены выросли в несколько раз. Просто, понимаете, мы же тоже семьи у нас есть. И, как бы там никуда скажут, у нас старшие офицеры, майор-подполковник, меньше 100 долларов получается. Разве это пенсия в нынешнее время? А я не говорю за младших, за прапорщиков, которые получают по 50-60 долларов. Итак, военные пенсионеры живут по всей стране. Живут на минималке, точнее, выживают. Я даже по себе чувствую, несмотря на то, что жена еще получает там 1300 гривен пенсии, мои. Вот, то нам это хватает только лишь на питание. Вот, мы уже одеться прилично, на приличную одежду приобрести что-нибудь дорогостоящее, мы не в состоянии. Вот, перестали мы, так сказать, ну, часто употреблять колбаску там какую-нибудь, то, что раньше были, была возможность. Киев, Харьков, Кропивницкий, Львов, Запорожье, Днепр. С начала года военные пенсионеры неоднократно выходили на акции протеста. Все из-за несправедливости, ведь пока всем пенсии повышают, они за бортом. Мне для того, чтобы прожить, не хватает 800-700, я занимаю каждый месяц. 92-го года закон, по которому военные начисляют пенсию. Есть люди, которые тогда уходя получили 942 гривны, и до сих пор такая пенсия у них и есть. Сейчас пенсии военным по старинке рассчитывают в зависимости от оклада. Это 15% денежного обеспечения, которое получали силовики. Остальное составляли надбавки, но их не учитывают при начислении пенсии. Мы уволились при Союзе, нам сказали, подождите, мы вас сравняем. Но уже прошло, Кучма еще говорил, прошло уже сколько лет? Лет 10 или 15, и никто нас не вспоминает. Пенсионные протесты все-таки принесли результат. В правительстве обещали пересчитать выплаты. Правда, не сразу, а в три этапа. И первый стартует задним числом. На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 гривен. С 1 января 2019 года в среднем еще на 750 гривен. С 1 января 2020 года еще на столько же. В том, что это постановление Кабмина не останется лишь на бумаге, заверили в пенсионном фонде. Там говорят, почти полмиллиона бывших военных получат повышенные пенсии уже в марте. Запланованный залишок в костях в сумме 7,8 миллиарда гривен будет спрямованный на подвищение пенсии к уличному мосслужбовцу. В плановом режиме, буквально днями, распочато финансование пенсии Борисни. Списки тех, кто попадает в перерасчет, уже готовы, говорят фонды. Также известно, что процесс будет автоматическим. Пенсионерам никуда идти не нужно. Впрочем, сами бывшие военные считают эти деньги временной подачкой от государства. Кроме того, и сама схема начислений понятна пока не всем. Среднее повышение пенсии будет где-то на 1500 гривен. Ну, среднее, сами понимаете, да, что значит среднее. Один может получить повышение пенсии порядка 300 гривен, там. Вот, второй может получить повышение пенсии до 3000 гривен. Вот, то есть вот это вот тоже не оговорено. Но все же пока пенсионеры ждут. Говорят, посмотрят на суммы, которые получат после перерасчета. А потом не исключено, что снова выйдут на митинг. Инна Томина, Владимир Самченко, Елена Брынза и Владимир Кувакин. Подробности недели, телеканал Интер. Схему, по которой военным пенсионерам повысили выплаты, критикуют и в оппозиции. Там, говорят, военным должны были еще и проиндексировать пенсии за несколько лет. Полноценной индексации не было с 2012 года. Я считаю, что с військовыми пенсионерами и пенсионерами-правоохранцами поступило абсолютно несправедливо. Им должны быть проведены индексации, а они их не имели с 2012 года. Все нормативные документы для этого есть. Нужно изменения для бюджета и внесения изменений до кошторисов Украины для того, чтобы пенсионный фонд перерасхировал пенсии сгідно законодавства. Ціни срастали, тарифы срастали, все срастало в Украине, а люди не получили увеличение пенсии. Это абсолютно несправедливо. И мы будем добиваться, чтобы по закону им то, что положено, они получили. Продолжение следует... Продолжение следует...